В новом IT-парке имени Башира Ромеева состоялась 12-я ежегодная церемония вручения грантов правительства Республики Татарстан. Лучшие студенты Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета стали обладателями гранты на обучение. Мы вручаем гранты лучшим из лучших студентов. Очень надеемся, что этот потенциал, который у нас в Республике есть, он будет работать исключительно только на Республику. Соответственно, будут создаваться новые кейсы, новые решения. Соответственно, эти ребята будут для нас являться новым драйвером в части развития новых IT-направлений. Наше время уникально в плане развития IT-технологий. Обучение студентов за счет гранта – способ поддержки талантливых специалистов. Система распределения средств действует предельно просто. В процессе формирования списков на зачисление абитуриентов на коммерческой основе составляется рейтинг студентов, претендующих на грант. В этом году грант на обучение получили 30 первокурсников. Хочу вас поздравить за ваше достижение, за то, что вы выиграли, за то, что вы заработали этот грант. И, естественно, мое главное пожелание, чтобы и все оставшиеся 4 года вы также выиграли, также получали этот грант, и чтобы все у вас запланированное сбывалось. Грант – это всегда такой вызов для студента. То есть, вот тебе дали на год деньги, пусть как бы не в карман, а вот сразу туда, типа больше не спросит об этом. А через год снова получается рейтинг, снова надо доказывать, что ты должен быть в списке. Правда, на втором курсе у вас уже будет 50 грантов. Это некий вызов для вас для того, чтобы просто, ну как объяснить, нужно просто вам не потерять тот драйв, те силы, которые у вас есть сейчас. Для многих первокурсников присуждение гранта стало приятной неожиданностью. К примеру, Лейсан Нонскую это событие не только обрадовало, но и замотивировало на высокие результаты. А вот Марат Гафаров и вовсе обескуражен, а присуждение гранта он узнал совершенно случайно. Просто я вообще не знал об этом, но такого нигде нету, только, как я понял, в ЭТИСе есть. И для меня это было в новинку, неожиданно. В течение этого года студенты будут внимательно следить за рейтингом. Уже в следующем от их достижений будет зависеть, получат ли они грант на обучение вновь. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова.